В те далекие времена, когда автомобили только-только начинали замещать собой гужевой транспорт, разница между легковыми авто и грузовыми заключалась лишь в присутствии второго ряда сидений или небольшой грузовой платформы вместо них. В самом начале 20 века многие известные американские автостроители, включая знаменитый Паккарт, уже начали предлагать так называемые грузовики, или вернее коммерческие шасси, на которые покупатель сам должен был установить нечто вроде грузового кузова, открытого или закрытого, заказав его у сторонней организации. Эти коммерческие шасси на самом деле почти не отличались от шасси легковых машин, хотя иногда к ним прилагались более мощные рессоры или усилители рамы. И даже если производитель вообще не продавал коммерческие модели, для покупателей было не так уж и трудно заменить заднюю пассажирскую или багажную секцию на грузовой кузов, иногда даже на самодельный. Так, к примеру, частенько происходило с фордовскими моделями Ти. К началу 20-х годов 20 века американские автостроители начали предлагать специализированные коммерческие шасси, которые обозначались как Heavy Duty, то есть усиленные или для тяжелых условий, если переводить напрямую. Примером могут служить Ford Model TT или Chevrolet Model T грузоподъемности до 1 тонны. Поначалу это также были лишь шасси, но уже к середине 20-х компании начали сами делать для них различные типы грузовых кузовов. Спрос на такие модели сразу оказался весьма высоким. Та же фордовская модель TT за 10 лет с 1918 по 1927 разошлась тиражом в 1 миллион 800 тысяч единиц. Однако покупатели не отвернулись и от компактных легковых грузовиков. И в 1925 году Ford представил свою первую такую полностью заводскую модель Model T Runabout Pickup. Через год присоединился и Chevrolet, хотя эта компания еще до 1930-го продолжала устанавливать на свои легкие грузовички кузова от сторонних производителей. С некоторой натяжкой можно сказать, что эти легкие пикапы с немного усиленными рессорами были предшественниками современных кроссоверов. Ведь по большому счету это были самые обычные легковые купе или чаще всего родстеры, у которых взамен багажника или тещиного места был установлен небольшой кузовок. В подавляющем большинстве такие машины использовались фермерами или владельцами небольших магазинов, причем они являлись одной машиной в семье, пригодной и для работы, и для повседневных поездок. Свой первый легковой пикап для австралийского рынка компания Ford представила в 1928 году. Модель называлась Roadster Utility Vehicle, то есть дилитарный или полезный по хозяйству транспорт в кузове Roadster. Именно отсюда произошел термин UD, повсеместно употребляющийся в Австралии, но никогда не использовавшийся в Штатах, по крайней мере официально. Машинка производилась на местной австралийской фордовской фабрике на шасси модели A. При этом, в отличие от большинства американских легких пикапов того времени, с отделенным от кабины кузовом, грузовой отсек у Roadster Utility был интегрирован с кабиной, что придавало машине более красивый и законченный облик. Для серьезных перевозок юты, конечно, не годились, но с легкими объемными грузами они справлялись прекрасно. Австралийские фермеры были просто без ума от таких машинок, однако вскоре всех их начал сильно раздражать тип кузова Roadster, обеспечивавшись слишком слабую защиту от ветра, дождя и пыли. В Австралии существует легенда, согласно которой в 1932 году жена местного фермера написала письмо в компанию Ford, попросив создать машину, одинаково подходящую для воскресных поездок в церковь и перевозок товаров на рынок в будние дни. Это письмо не осталось без внимания руководства Ford Австралия и уже в 1934 году в продажу поступил первый настоящий австралийский ют с закрытой кабиной Ford Coupe Utility 302. С появлением этой модели популярность грузовых Roadster на австралийском рынке начала быстро падать. И уже в 1938 году австралийский Ford остановил их производство. Модель Coupe Utility стала основой фордовского бизнеса в Австралии, однако старый скряга Генри Ford называл юты кенгурятниками и упорно отказывался выпускать такой пикап на североамериканский рынок. И хотя в 1931 году компания все-таки выпустила ограниченную тремя сотнями экземпляров партию легковых пикапов Model A Deluxe в рамках рекламной кампании для фирмы General Electric, дальше этого дело так и не зашло. В течение 30-х годов американские лайт-траки, легкие пикапы, стали все больше и больше отличаться от легковых машин. Они сохраняли некоторое сходство с легковыми авто в части внешнего дизайна, однако легковушки становились все более комфортабельными и лучше оснащенными, тогда как пикапы оставались совершенно спартанскими рабочими инструментами. Очевидно, что главной причиной этого являлась цена, ведь в условиях депрессии каждый покупатель стремился получить от грузовика максимум полезности за минимум денег. Правда, некоторые автостроители все же пытались продавать нечто подобное австралийским ютам на североамериканском рынке, совмещающие в себе грузоподъемность пикапа и комфорт легковой машины. Компания Studio Baker в 1937 году запустила стильный грузовичок Coupe Express с независимой подвеской, оснащением и управляемостью легковушки. Эта машина была гораздо лучше и качественнее любого легкого пикапа на рынке, но и стоила она совсем других денег. По тому же пути годом позже пошла фирма Hudson со своим стильным пикапом Big Boy, который также являлся легковой машиной с кузовом вместо задних сидений и багажника. Обе модели были слишком дорогими для основной массы покупателей грузовиков и результат оказался абсолютно предсказуемым. Coupe Express сумел дотянуть лишь до 1939 года, а Big Boy хоть и вернулся в линейку сразу после войны в 1946, но его тираж составил всего 3000 и в 1947 модель также была снята с конвейера. Когда американская экономика начала восстанавливаться после застоя военного времени, автостроители начали уделять больше внимания внешнему дизайну легких грузовиков, добавляя в оформление больше красок и больше хрома. Но внутри эти машины продолжали оставаться пустыми барабанами, без малейшего намека на комфорт, не говоря уже о роскоши. А у тех покупателей, которые все же были готовы потратить деньги на пусть и не слишком грузоподъемный, но по крайней мере вместительный и комфортабельный транспорт, начал набирать популярность другой сорт автомобилей – универсалы. Сначала это были Вуди с древянными скелетами, которые совсем скоро уступили место традиционным вагонам с остальными кузовами, с четырьмя или с двумя боковыми дверями. Такие машины были настолько популярны, что фордовские дизайнеры начали играться с идеей создания двудверного универсала без задней части крыши. Иными словами, легкового пикапа. И на удивление, эта идея пришлась по душе Роберту Макнамаре, занявшему пост генерального менеджера подразделения Форд в 1955 году. В финансовых вопросах Макнамара был не меньшим скрягающим основатель компании Генри Форд. Но когда он узнал, что производить такие пикапы будет не дороже, чем универсалы, он санкционировал вот таких моделей в линейку уже к 1957 году. И на свет появился Форд Рончеро, первый американский ют, он же купе-пикап или легковой пикап, как официально называл его производитель. С технической точки зрения, Рончеро был идентичен двудверному полноразмерному универсалу Ранчвагон. У пикапа имелись усиленные, как и на универсале задние рессоры, и даже багажная дверь была просто дверью от универсала. В кузове поверх стандартного пола был прикручен дополнительный металлический бедлайнер. Заявленная грузоподъемность составила 544 килограмма, чего вполне хватало для легкой работы. Но что более важно, Рончеро оснащался, ехал и управлялся, как и легковой универсал Ранчвагон. В сравнении с предлагавшимся тогда лайт-траком Ford F100, Рончеро был чуть ли не кадиллаком. Модель дебютировала в самом конце 1956 года, и несмотря на очевидное родство с легковым автомобилем, Форд позиционировал ее как новейшего представителя грузовой линейки, и даже продавал ее только через дилерскую сеть Ford Truck. Рончеро привлек к себе серьезное внимание со стороны потенциальных покупателей, правда, внимание это не так уж и хорошо трансформировалось в продаже. Ведь модный пикап был достаточно дорогой игрушкой, которая хотя и стоила немного дешевле универсала Рончвагон, но была почти на 20% дороже настоящего легкого грузовика Ford F100. По сути дела, Рончеро был нишевым автомобилем, таким же нишевым, как Skyliner или Thunderbird, и продажи у него были практически такие же низкие, как и у них. Около 22 тысяч Рончеро, была реализована в течение 1957 года. В 1958 году реализация снизилась до 10 тысяч, что было связано главным образом с рецессией Айзенхаура, а в 1959 году продажи немного подросли, до 14 тысяч. Однако это была всего лишь капля в море в сравнении со 150 тысячами пикапов F100, проданных в 1959. Тем не менее, даже этих мизерных чисел продаж фордовской модели хватило для того, чтобы General Motors и его подразделения Chevrolet выкатили на рынок в 1959 году собственную аналогичную модель, знаменитый U-пикап El Camino. При этом, несмотря на невысокие продажи, Рончеро являлся для производителя прибыльной моделью из-за низких затрат на производство, и поэтому модель было решено оставить в линейке 60-го модельного года, но перевести ее на архитектуру новейшего компакта Falcon. Обновленный и уменьшенный Рончеро, теперь уже второго поколения, стал примерно на полметра короче своего предшественника. Заявленная грузоподъемность уменьшилась до 362 килограмм. В сочетании с базовым шестицилиндровым мотором мощностью всего в 90 лошадок, пикап стал еще меньше быть пригодным для настоящих грузоперевозок. Однако в ходе перевода на новую Falcon платформу базовый Рончеро серьезно подешевел и теперь стоил меньше любого другого пикапа Ford. Это помогло немного нарастить продажи, которые в 60-м чуть превысили 21 тысячу, и они оставались примерно на таком уровне в течение нескольких следующих лет. Примечательно, что дела у конкурирующего, более крупного El Camino в этот период, шли гораздо лучше, примерно в два раза лучше, чем у фордовского пикапа. Использование компактной архитектуры Falcon определенно не играло на руку Рончеро, ведь сам Falcon быстро сдулся после дебюта Мустанга и потянул за собой Рончеро. Чтобы исправить ситуацию, к 67 году Ford перевел Рончеро с компактной фалконовской на среднеразмерную архитектуру Fairlane. Фордовский ют с двойными вертикальными передними фарами снова вырос в размерах, выглядел очень достойно, и к тому же, получив полный набор двигателей от Fairlane, включая 6,4-литровый 390 V8 на 315 сил, Рончеро стал довольно быстрым и сильным, и снова теоретически мог принять на борт полтонны груза. Однако продажам это не помогло. Запутанные всеми этими архитектурными перетрубациями покупатели никак на них не отреагировали, и годовая реализация осталась на прежнем уровне – около 20 тысяч машин. В конце 60-х Рончеро продавался со всеми силовыми агрегатами, доступными на модели Fairlane, начиная от 302 V8 и заканчивая почти гоночным 428 Cobra Jet RMR. Этот 7-литровый агрегат развивал 335 лошадиных сил заявленной мощности и почти 600 ньютон-метров крутящего момента. Не секрет, что в реальности 428 Cobra Jet выдавал около 410 лошадей мощности, обладая которой фордовский пикап мог разгоняться до сотни километров в час примерно за 6,5 секунд. Всего 80 экземпляров из 18 тысяч Рончеро, проданных в 1969 году, оснащались двигателем Cobra Jet. Это одна из редчайших комплектаций модели, найти которую в продаже сегодня почти невозможно. Пик продаж Рончеро пришелся на 1973 год с тиражом чуть больше 45 тысяч проданных единиц. В этот период пикап использовал архитектуру среднеразмерной модели Torino и был как никогда большим, с общей длиной кузова в 5 метров 48 сантиметров и длиной грузовой платформы в метр восемьдесят девять. Модель предлагалась аж шестью вариантами двигателей, наиболее мощной из которых 7,5-литровый 460 V8 развивал 220 сил мощности и 482 ньютон-метра момента. По уже сложившейся практике модель была доступна в трех комплектациях. Базовая версия Рончеро 500 позиционировалась как бюджетная модель легкового пикапа, предназначенная главным образом для работы. Но даже для покупателей 500-го производитель предлагал широкую палитру расцвета кузова, по пять вариантов виниловой или тканевой обивки салона, несколько вариантов колесных дисков и тому подобное. Среднюю позицию в линейке занимала спортивная комплектация Рончеро GT. Драматичная и практичная, как утвердал Форд. А еще выше забралась роскошная комплектация Squire, которая внешне отличалась от всех прочих псевдодеревянной отделкой кузова. Для этой комплектации пикапа был предложен полный набор опций, доступной на родительской модели Торино, и эксклюзивное оформление интерьера. Несмотря на то, что начиная с 1974 года реализация Форд Рончеро стала снижаться, модель продолжала оставаться в строю до конца 1979 года. Главной причиной этому послужила относительно низкая себестоимость производства, а достаточные для получения прибыли продажи поддерживались весьма интересными рыночными факторами. Дело в том, что когда к середине 70-х рынок маслкаров и поникаров был уже мертв, некоторая часть бэби-бумеров, фактически взращенных на этих самых маслах и пони, все еще искала способ как-то выделиться на дороге. На этот же период пришелся стремительный рост популярности SUV и легких пикапов, таких как фордовские F-150 и Bronco, Рончеро и Эль Камино, как раз и стали способом выделиться из общей массы владельцев пикапов и внедорожников. Они, по сути дела, были самыми стильными пикапами на рынке, и приобретали их не столько для работы, сколько для развлечения. В немалой степени этому поспособствовал рост популярности вестернов в кино и на телевидении. Ковбойская мифология и первооткрывательский дух Дикого Запада были на пике своей славы. Рончеро с его ковбойским названием превосходно вписывался в общую картинку. Он был словно игрушкой, позволяющей взрослым дядькам и теткам поиграться в ковбоев. Последнее поколение Рончеро выпускалось с 1977 по 1979. В его основе лежала архитектура модели LTD-2, которая также продержалась на рынке всего два года. В этот период для пикапа предлагались лишь два 8-цилиндровых двигателя мощностью в 133 либо 149 лошадиных сил. Как и прежде, легковой пикап был доступен в трех комплектациях с огромным добором дополнительных опций. Однако как раз в 1979 фордовская легковая линейка была подвергнута полному редизайну и даунсайзингу. Модель LTD-2, а вместе с ней и пикап Рончеро, стали таким образом последними представителями классических больших среднеразмерных Фордов. Компания Форд не стала продлевать жизненный цикл Рончеро в новое десятилетие, как это сделал Chevrolet со своим El Camino. Ей, в общем-то, и не нужно было этого делать, ведь постоянно ужесточавшиеся федеральные требования в области автомобилестроения, в том числе по экологии и безопасности, постоянно повышали себестоимость производства и с теми небольшими тиражами, которыми Рончеро расходился, создание преемника уже не имело смысла. А кроме того, популярность и продажи фордовских легких грузовиков F-150 постоянно росли, и необходимость в такой модели, как Рончеро, отпала сама собой. Общий тираж Форд Рончеро за 7 поколений и 23 модельных года составил 508 тысяч экземпляров. Тем временем в Австралии история фордовских легковых пикапов развивалась совсем не так, как в Штатах. Хотя на зеленом континенте никогда не продавался Рончеро, Компания Форд предлагала кузов купе-ютилити, впоследствии перевинованный в просто ют, чуть ли не для каждой легковой модели, выпускавшейся на местных заводах. В первой половине 20 века в Австралии существовали юты на шасси фордов 41-го модельного года и 49-го модельного года, а также ют-версии Форд Англия, Форд Консул, Форд Перфект. В 1952 году дебютировала модель Форд Мейнлайн Ютилити. Однако наиболее популярным легковым грузовым Фордом на австралийском рынке стал Форд Фалкон Ют. Комплектация Ютилити предлагалась для всех существовавших поколений Фалкона с 61-го по финальный 2016-й модельный год. За это время было продано почти полмиллиона утилитарных фордовских соколов. В отличие от Соединенных Штатов, в Австралии юты всегда выступали в роли рабочих лошадок, использовавшихся по прямому назначению. Однако в начале 90-х ситуация начала меняться. После долгого перерыва в линейку двигателей Форд Фалкон вернулись восьмицилиндровые V-образники, и фордовские юты в топовых версиях стали превращаться в досмешного быстрые грузовики, с учетом того, что их грузоподъемность могла достигать одной тонны. В 1997 году модель Фалкон XH2 XR8 Utility оснащалась пятилитровым фордовским двигателем Винцер V8 мощностью в 252 лошадиных силы и крутящим моментом в 402 ньютон-метра. Пятиметровый пикап с коэффициентом лобового сопротивления всего в 0,35 мог разгоняться до сотни километров в час всего за 7 секунд. И мощности австралийских пикапов Форд продолжали расти. В 2008 году компрессорный двигатель V8 развивал 429 лошадей и 551 ньютон-метр, заставляя пикап разгоняться до сотни километров быстрее 5 секунд. Восьмицилиндровые двигатели исчезли из линейки Фалкон Ют после 2011 года, но в строю продолжали оставаться шестицилиндровые турбомоторы серии Бара. Самый последний, заряженный Форд Фалкон Ют XR6, вышел под знаком 2016 модельного года. Его шестицилиндровый двигатель в зависимости от комплектации развивал от 269 до 367 лошадных сил. 2016 год стал последним не только для австралийской модели Фалкон и ее грузовых вариантов. Осенью 2016 компания Форд полностью остановила производство своих автомобилей в Австралии. Теперь на зеленом континенте ютами называют любые легкие грузовики, а не только те, которые были построены на легковой платформе. Фондю любит тебя!